Здравствуйте дорогие друзья и гости моего канала! Поздравляю вас с наступившим Новым годом! Желаю вам крепкого здоровья и исполнения желаний! Сегодня я проведу обзор в магазине FixPrice, который находится в городе Ростов-на-Дону, проспект Коммунистический. Появилось огромное количество новинок, особенно в отделе посуды, поэтому друзья, желаю всем приятного просмотра и давайте не будем затягивать и посмотрим, что же там появилось. Привезли целую коллекцию наборов столовых принадлежностей, вот с такими округленными ручками. Выполнена из нержавеющей стали полипропилена, производитель Китай. Ложка столовая, стоит 27 рублей 50 копеек. Ложка чайная, цена такая же, 27 рублей 50 копеек. Но ложечка, как видите, не совсем глубокая. Давайте сравним их рядом. Из этой же коллекции привезли половники 32 сантиметра, состав тоже нержавеющая сталь, ручка тоже округленная, есть место, где можно подвесить половник. Стоит 77 рублей. Лопатка, размер 32 с половиной сантиметра, стоит 77 рублей. Нож Сантоку, 25 с половиной сантиметра, длина лезвия 15 сантиметров, выполнена также из нержавеющей стали. Ручка тоже у нас округленная и есть место для подвешивания, крючок. Цена 77 рублей. С обратной стороны подробно написано, как правильно им пользоваться. Еще один нож Сантоку, только размер уже 21 сантиметр, длина лезвия 10 сантиметров, ручка такая же округленная с крючком, цена 55 рублей. Щипцы О'Китчен, выполнена из нержавеющей стали, производитель Китай, стоит 77 рублей. Длина таких щипцов 24 сантиметра. Держатель для бумажного полотенца, стоит 77 рублей. Состав углеродистая сталь, поликарбонат, акрил. Сделано в Китае. Благодаря клеевой основе держатель крепится на любую вертикальную поверхность. Так бумажные полотенца на вашей кухне будут всегда под рукой. Подходит для текстильных и бумажных полотенец, а также пищевой пленки и пергамента. Конституция изделия исключает разматывание и переворачивание бобины. Друзья, посмотрите, какие красивые привезли корзины для хлеба. Стоит такая корзинка 199 рублей. Состав углеродистая сталь, полиэстер, выполнена в Китае. Смотрится, конечно, очень симпатичненько. Вот эти кнопочки легко расстегиваются и материал можно снимать и стирать, также обратно одевать. По бокам мы видим такие узоры, а снизу вот такая сетка. Такой же формы можно выбрать красного цвета. Такие же корзины есть еще вот такой прямоугольной формы. Красного цвета и также синего цвета. Подставка-подложку выполнена из нержавеющей стали, стоит 77 рублей. Чем они мне понравились, друзья, посмотрите, они довольно широкие и удобные, если сравнивать вот с другими, которые были в фикс-прайсе. Производитель Китай. Привезли очень много вариантов новых кружек. Посмотрите, какая красивая. С олененком золотистого цвета, стоит 77 рублей. Объем 350 миллилитров, состав Фаянс, производитель Китай. Очень красиво смотрится. На выбор есть еще рисунок лисички с подарком, тоже золотистого цвета. Также есть на выбор вот такие варианты кружек, выполнена из фарфора, производитель Китай, объем 350 миллилитров. И посмотрите, какие красивые надписи написаны. На этой кружечке мы видим, написано самый лучший день. Следующая надпись, утоляй жажду жизнью. И вот с такими узорами. И третий вариант кружечки с надписью у тебя все получится. Здорово! Стоят такие кружечки 55 рублей. Бутылка с дозатором для масла и уксуса. Объем 500 миллилитров. Цена 149 рублей. Выполнена из стекла, нержавеющей стали, АБС-пластик. Китай. Плотно закрывающаяся крышка сохраняет свойства масла или уксуса надолго и не допускает проливания. Встроенный дозатор позволяет экономично расходовать содержимое. Наливать ровно столько, сколько необходимо для вашего блюда. Мне понравилось, друзья, как сделано. Красиво будет смотреться в кухне. Набор банок О'Китчен. Три штуки в наборе по 60 миллилитров. Стоит 55 рублей. Производитель Китай. Сделано из стекла и нержавеющей стали. Плотно закрывающиеся баночки надолго сохранят аромат специй и трав. Стикеры для надписей, расположенные на каждой баночке, удобны для маркировки содержимого. Посмотрите, какую интересную новинку привезли. Вот такие вот емкости для специй, объемом 190 миллилитров. Они одинаковые, но отличаются у них внутри кисточки. Производитель Китай. Китай. Сделано из стекла, полипропилена, силикона. На самой баночке есть места для удобного держания, чтобы не соскользнуло с рук. И вот так выглядит сама кисточка. Вот это у нас для меда предназначено. Кисточка силиконовая. Ручка очень удобная, легко одевается и снимается. Вот таким образом. Второй вариант у нас идет с ложечкой внутри, а так все остальное одинаковое. И третий вариант вот с такой силиконовой кисточкой. Каждая баночка стоит по 99 рублей. Давайте поближе покажу вам другие варианты в открытом виде. Вот ложечка у нас и силиконовая кисточка. Необычная, конечно, новиночка. Таких я еще не встречала и дизайн мне тоже понравился. Теперь, друзья, посмотрим коллекцию посуду. Привезли вот такую посуду с интересными рисунками. Выполнена из фаянса, производитель Китай. Чашка чайная, 180 миллилитров. Стоит 55 рублей. Есть два варианта рисунка. Из этой же серии вот такие кружечки объемом 400 миллилитров. Состав фаянс, также Китай. И тоже два варианта рисунка, друзья. Удобная ручка, симпатичные, милые вот такие рисунки черного цвета. И второй вариант. Цена таких кружек 77 рублей. Посмотрите, друзья, как красиво смотрится. Из этой же серии привезли вот такое красивое блюдо. 31 сантиметр. Имеются снизу вот такие удобные ножки. Блюдо, конечно, очень удобное. Посмотрите, по краям сделаны как ручки для держания. Мне очень понравилось. Состав керамика. Цена такого блюда 199 рублей. И есть еще один вариант рисунка, как и на кружечках. Следующая тарелка. 20 сантиметров объем. Сделана из фарфора. Китай. Обратите внимание, что они вроде одинаковые, но сделаны из разного материала. Цена 55 рублей. Салатник объемом 1 литр 25 миллилитров. Состав керамика. Производитель Китай. Цена 149 рублей. У салатника также два варианта рисунков. Следующая пиала Боль. 470 миллилитров. Производитель также Китай. Состав уже фаянс. Цена 55 рублей. Также имеется два варианта рисунка. Также есть в продаже вот такие соусницы. 10 сантиметров. Состав керамика. Производитель Китай. Цена 25 рублей. Рисунки такие же. Тарелочка. Объемом 20 с половиной сантиметров. Состав фаянс. Производитель Китай. Стоит 77 рублей. Также в наличии два варианта рисунка. Пиала Боль. 350 миллилитров. Цена 55 рублей. Состав фаянс. Китай. Без рисунка уже идет. Блюдце чайное. 12 сантиметров. Состав керамика. Цена 50 рублей. Тоже без рисунка. Привезли новую коллекцию стаканов. Это у нас стаканы, выполненные из стекла. Объем 265 миллилитров. Посуда выполнена из натрий-кальций-силикатного стекла. Качество хорошее. И вот такими симпатичными линиями. Стоит 50 рублей. Из этой же коллекции есть стакан. Объемом 310 миллилитров. Цена 55 рублей. Производитель, кстати, Россия. Возможно, из этой коллекции будет еще что-то новенькое. Но пока что вот было всего два варианта. Привезли новые варианты графинов. Вот такой графин стеклянный. С симпатичными узорчиками. Сверху идет сужено. Снизу расширяется. Удобная крышка, которая плотно сидит. Объем 500 миллилитров. Стоит 55 рублей. Предназначена для алкогольных и безалкогольных напитков. И вот такой еще вариант графина с крышкой и замком. 1 литр объем. Производитель Китай. Состав стекло, силикон, хромированное железо. Стоит такой графин 99 рублей. Есть варианты разных цветов крышек. Такой графин напомнил мне чем-то, как вот раньше продавали молоко. Ну, такая ассоциация. Мешок для замешивания теста. Цена 149 рублей. Шесть в одном, друзья. Замешивание теста. Использование в качестве антипригарного покрытия в духовке. Отжим сока. Заморозка и хранение продуктов. Маринование овощей или мяса. Приготовление пюре и фарша. Выдерживает перепады температуры. Благодаря чему удобен для заморозки продуктов. И может использоваться как прихватка для горячего. С обратной стороны написаны меры предосторожности. Также привезли, друзья, вот такие новые наборы форм для выпечки. В набор входит 10 штук. Состав бумага и полиэтилен терефталат. Производитель Китай. Формочки симпатичные. Посмотрите, внутри как будто позолоченные. Цена 55 рублей. Есть на выбор разные цвета. Вот такой белый с нежно-розовым цветом. И вот такой зеленый с серебристым цветом. Красиво, конечно, будет смотреться кексики за столом. Держатель для чашек. Состав углеродистая сталь. Производитель Китай. Стоит 99 рублей. Предназначена для 10 чашек. Довольно плотно сделана. Я думаю, что хорошо будет держать. Ситечка для специй. Состав нержавеющая сталь. Производитель Китай. Подходит для использования перца горошком, лаврового листа и других приправ. Позволяет специям придавать насыщенный вкус и аромат, не пропуская их наружу. Тем самым сохраняя внешний вид блюда. Крючок позволяет легко и прочно прикрепить ситок к краю кастрюли или казана. И вот так выглядит в открытом виде, друзья. Открывается одним поворотом. Качественно выполнено. Неплохо. Цена такого ситечка 99 рублей. Следующая новинка это солонка и перечница. Цена 55 рублей. Сделана из стекла и нержавеющей стали. Производитель Китай. И вот так вот выглядят сами солонки. На крышечке имеются дырочки, на одном буковка П, перец, на другом С, соль. И также есть наклеечки черного цвета, на котором можете сами подписать. Также можно нарисовать какой-то симпатичный рисунок и будет уникальный дизайн. Весы электронные кухонные. Стоят 199 рублей. Работают от двух батареек 2А. Помогают отмерить точные пропорции продуктов для приготовления пищи. Широкая платформа весов позволяет взвешивать непосредственно на ней или использовать любую тару для взвешивания продуктов и блюд. Жидкокристаллический дисплей показывает вес и представлено в трех цветах. Вот этот у нас светло-серый, даже как молочный. Есть еще темно-серый и зеленого цвета. Вот сюда вставляются батареечки. На коробке, внимательно смотрите, галочкой указан цвет, какой именно в коробке. И также с обратной стороны инструкция. Привезли еще одну новую коллекцию посуды белого цвета, волнистые. Это у нас салатник, объемом 340 мл. Состав опаловое стекло, производитель Китай. Стоит 50 рублей. Тарелка 20 см, опаловое стекло. Цена 55 рублей. Края как будто загнутые, необычно смотрится. Тарелка 24,5 см, цена 99 рублей. Блюдо размером 33,5 на 26 см, цена 149 рублей. Также белое опаловое стекло. Еще один новый вариант посуды от LUMINAR. Тарелка суповая, 20 см, материал стекло, упрочненное. Цена 99 рублей. И посмотрите, как красиво сделано. Узоры очень аккуратные, симпатичные. И на самой тарелочке пропечатана фирма. Есть еще один вариант тарелочки из этой же фирмы, только уже объемом 24 см. Цена уже 149 рублей. Посмотрите, как красиво переливается. Тарелки глубокие, выполнены из белого опалового стекла, но уже с рисунками. Производитель Китай, цена 77 рублей. И вот такой еще вариант рисунка, зеленая трава. Пиала Боль, цена 55 рублей. Подходит для порционной подачи супа, бульона, салата и других блюд. Выполнена тоже из опалового стекла, объем 420 мл. Дизайн в ассортименте. Из этой же серии вот такие тарелочки, 19 см, цена 55 рублей. Опаловое стекло, производитель Китай. Тоже красивыми рисунками. Есть на выбор еще вот такой вариант. И был еще на выбор вот такой, с полосками, кружочками. И вот такой вариант еще есть тарелочки. Объем 18 см, состав фаянс, производитель Китай, цена 50 рублей. Из этой же серии, пиала Боль, объем 550 мл, стоит 55 рублей. И тарелка 26 см, состав тоже фаянс, цена 99 рублей. Посмотрите, какие милые кошельки появились в продаже. В форме совы, выполнена с такими лапками милыми. Стоит такой кошелек 149 рублей. Сделано в Китае. Состав ПУ, полиэстер, сталь. Сбоку имеется вот такой ремешочек для удобного ношения. Один отдел внутри, качественно прошита, молния крепкая. Есть на выбор еще варианты цветов. Светло-серый цвет и светло-коричневый. Зеркало настольное, цена 199 рублей. Двустороннее зеркало удобно использовать во время нанесения макияжа и ухода за кожей. Одна сторона стандартная, вторая с двукратным увеличением. Размеры, диаметр зеркала 14 см, диаметр основания 11 см, общая высота 26 см. Есть на выбор вот такой золотой цвет. Ножка, кстати, у зеркала тоже закручивается. Нужно самостоятельно собрать зеркало. Низ тоже собирается отдельно. И устойчиво стоит на поверхности. Также можно выбрать серебристого цвета. Расческа для волос Ловели. Цена 149 рублей. С красивым дизайном. Выполнена из АБС, ПП, ТПР. Один из таких расчесок я уже брала, пользовалась. Мне очень понравилось. Они мягенькие и не рвут волосы. Вот, посмотрите, друзья, когда нажимаешь, очень мягкие. Есть на выбор еще вот такой розовый цвет с котиком. И еще один вариант. Вот такой синий в белую полосочку. И черного цвета. Наконец-то и в наш магазин завезли вот такие блестящие зеркала Ловели. Цена 149 рублей. Состав ПП, стекло, ПС, ПЭД, гель, глицерин, вода. В ассортименте представлены две формы. Это у нас круглая форма синего цвета, розового цвета и блестяшки тоже розовые. И в форме сердечка. Вот такого голубого цвета. Посмотрите, как красиво переливаются. В этом году, конечно, в фикс-прайсе очень много блестящих всяких аксессуарчиков. И вот такой нежно-фиолетовый цвет. Еще один вариант блестящих зеркал. Зеркало ручное. Размер 22х11х0,7 см. Диаметр зеркала 10 см. Состав АБС, стекло, ПВХ, масло. И тоже есть на выбор разные цвета. Больше всего мне вот этот понравился. И вот такой золотой цвет еще. Цена 149 рублей. Зеркало ловили за 99 рублей. Имеет две зеркальные поверхности. Увеличивающую в два раза и без увеличения. Диаметр 7,2 см. Состав АБС, стекло, полипропилен, полиэтилен, масло. И на выбор есть тоже разные цвета и рисунки. Вот такой с котиками и блестящими золотыми звездочками. Розовый вот с такими блестками. И еще один был вариант у нас синего цвета. Заколка для волос, ловили за 50 рублей. Зажимы с красивым декором, звездочки, полоска и бантик. Длина изделия 3,5 см. Состав полиэстер, сталь. И на выбор есть разные цвета. В продаже появились новые варианты вот таких сумочек радужных цветов, переливающихся перламутровым цветом. Состав полиэстер, пп. Цена 199 рублей. Один большой отдел. И имеются вот такие вот ремешочки для удобного ношения. Либо на спине, либо на одном плече. Вот так вот у нас он закрывается. Сделано в Китае. Веревочки довольно плотные. Можно выбрать еще вот такой нежно-розовый цвет. Но они все переливаются радужными цветами. И вот такой голубой цвет. Сумка через плечо. Цена 199 рублей. Имеет один отдел. Хорошо прошита. Спереди есть вот такой узорчик, рисунок. Половина ремешка у нас цепочка, а половина как обычный ремень. Состав ПО, полиэстер, нейлон, сталь. Производитель Китай. И вот так у нас выглядит внутри. На выбор были еще варианты цветов. Вот такой розовый цвет. Нежно-голубой цвет. Ремешочек довольно длинный. Декоративная фигурка в виде птички. Цена 77 рублей. Из этой коллекции я уже показывала в предыдущем обзоре. Это нам уже довезли то, чего еще не было. Состав полирезин. Производитель Китай. Красивая фигурка. Фоторамка с клипсой-держателем. На ней можно размещать фото, открытки, заметки и другие изображения, памятные вам. Крепится к стене с помощью металлических подвесов. Они по бокам расположены. Выполнена из дерева. Посмотрите, есть белого цвета. И вот она вот сама застежечка, держатель клипса. С обратной стороны написана информация, которая вам понадобится. Производитель Россия. На выбор было два варианта цвета. Изящная винтажная фоторамка. Цена 199 рублей. Размер 10 на 15 сантиметров. Качественно сделана. С обратной стороны имеется ножка, благодаря которому можно поставить на поверхность. Красивая рамка с изящным рисунком белого цвета. Из этой же коллекции привезли вот такие утонченные подсвечники. Цена 199 рублей. Посмотрите, как красиво сделано. Сверху идут вот такие цветы. И снизу мы видим изящные рисунки. И видите, сделано как будто постаревшее. Состав полирезин. Высота 19,5 сантиметра. Можно выбрать два цвета. Белый и серый. В большом количестве привезли вот такие красивые горшки для цветов. Цена 77 рублей. Состав Доломит. Производитель Китай. Размер 12 на 12 на 8 сантиметров. Есть разные рисунки и разные цвета. Вот такой еще с треугольничками белого цвета. Светло-голубого цвета вот с таким рисунком. Внутри имеется одно отверстие. Светло-коричневый цвет. Нежно-розовый. Вот с такими треугольничками коричневого цвета. Голубого цвета. Светло-коричневый цвет. И розового цвета. Также привезли очень много вот таких светильников. Светильник светодиоидный. Работает от трех батареек типа 3А. Батарейки в комплект не входят. Свет отдает мягкий, теплый. На рисунке показано в принципе как будет светиться. Производитель Китай. Состав стекло, воск, полипропилен. Световой поток 5 люменов. Сам светильник вот такого как серебристого цвета. Очень напоминающий зеркало. И внутри выглядит вот таким образом. Цена 199 рублей. Необычно конечно будет смотреться. Особенно когда включится. И вот место куда ставится батареечка. Также можно было выбрать еще вот такой светло-желтый цвет. Сам светильник белый. Но когда включаешь он становится желтый. И вот такой вот оранжевый цвет еще был на выбор. Еще один вариант светильников. Цена также 199 рублей. Работает от трех батареек типа 3А. Батарейки тоже в комплект не входят. Но вот этот вариант мне больше понравился. Он намного красивее мне кажется. Производитель тоже Китай. Состав полипропилен, полистирол, медь. Световой поток 25 люменов. Посмотрите как красиво переливается. Сюда ставятся батареечки. И внутри тоже необычно сделано. Вот эти вот цветочки посмотрите как красиво переливаются серебристым цветом. Есть еще на выбор вот такой зелененький цвет. Рисунок такой же здесь. И еще вот такой вариант серебристого цвета. Но здесь уже рисунок отличается. Также был на выбор еще вот такой ярко-красный цвет со звездочками. Пока я рассматривала светильники, на полочках появились вот такие декоративные ящики. Цена 199 рублей. Очень красиво. Посмотрите друзья. Ящики сделаны из МДФ стали. Белого цвета. С одной стороны есть надпись. С обратной стороны надписи нет. Две удобные ручки для держания. Размер 22 на 14 на 13 с половиной сантиметра. Есть разные надписи на выбор. Посмотрите что еще нам привезли. Вот такие декоративные LED светильники за 199 рублей. Размер 13 на 35 сантиметров. Батарейки находятся уже внутри. Состав сталь полипропилен. Световой поток 40 люминов. И вот мы видим место где батареечки находятся. Посмотрите друзья. Два варианта цветов и два вида. Отличаются тем что вот этот идет посерединке фонарик. Вот получается как ножка изогнутая. И посередине у нас висит сам фонарик. А вот этот у нас уже отличается тем что лампочка уже идет напрямую от ножки. И также есть черного и белого цвета. Красиво будет смотреться конечно. Декоративная фигурка в виде бюстика на постаменте. Цена 199 рублей. Посмотрите как качественно сделаны все детали. Мне очень понравилось качество выполнения фигурки. Производитель также Китай. Состав полирезин. Высота такой фигурки 20 сантиметров. Декоративная фигурка ангел. Здесь мы видим два ангелочка. Маленького и большого. С красивыми крыльями которые сидят над книжкой. Стоит 99 рублей. Состав такой же. Полирезин. Производитель Китай. Из таких же фигурок ангелов есть еще вот такой вариант ангелочков. Тоже два ангелочка, но они направлены уже к друг другу. Качество конечно отличное. Настолько детализированно выполнено, что стоит конечно намного дороже. Декоративный LED светильник в форме звезды. Стоит 199 рублей. Размер 38,5 на 24,5 на 5 сантиметров. Работает от трех батареек типа АА. В комплект они не входят. Состав полистирол, сталь, ПВХ. Цвета в ассортименте. Но было всего лишь два варианта цвета. Черный и белый. В большом количестве привезли вот такие блестящие фоторамки. Рамка для фотографий, постеров и рисунков. Размер 21 на 30 сантиметров. Сделана в России. Рамочка красивого цвета. Золотистого, черного. С красивыми узорами. С обратной стороны есть место для крепления. Стоит 99 рублей. Набор декоративных наклеек. Цена 149 рублей. Размер листа 41 на 20 сантиметров. Состав поливинилхлорид. Есть вот такой вариант с тучками, звездочками, лошадками. С обратной стороны показано, как приклеивать правильно. И еще вот такой вариант. Здесь у нас мишка, деревья, ежики, птички. Есть еще на выбор вот такими барашками и тучками. Котята и разные цветы. Отличие у них между собой тем, что вот этот вариант плоский и с блестками. А вот этот у нас немножко выпуклый. На сегодня все, друзья. Спасибо всем за ваше внимание, за ваши добрые комментарии и поддержку. Поздравляю еще раз всех с наступившим Новым Годом. И желаю еще раз всем крепкого-крепкого здоровья и удачи во всем. До новых встреч. Пока-пока.